как я и говорил в предыдущей серии смотрим что есть вокруг отеля куда можно пойти выйти выходим и смотрим территорию вокруг отеля местность где расположен отель сразу же забегая вперед скажу что местность хорошая живая это некий зилот где мы допустим были два года надо назад султанов dream это канаклы но это уже скажем так окончание этого поселка канаклы тем не менее здесь есть где погулять что-то прикупить вот здесь ошибочное может быть мнение потому что плиткой выложена здесь какая-то площадь нет на самом деле это проезжая часть и вот это где дерево стоит в круге это круговое движение круговой поворот здесь даже знак вот есть вот его видно что это круговое движение поворот поэтому здесь вот надо быть внимательными чтобы естественно не попасть под колеса автомобиля сразу же для ориентира аланья у нас находится но если смотреть на сам отель левее вот в той стороне и соответственно сам поселок канаклы находится с правой стороны это опять же если смотреть лицом на отель если вы хотите из отеля то тогда наоборот впереди если идти мы выходим на трассу основную на аланию анталия алания там можно сесть на какие-то автобусы я видел что какие-то дал муши проходят и здесь но крайне редко возможно какие-то заезжают сказать точно не могу что по прогулке смотрите во все три стороны и в сторону канаклы и в сторону трассы и в сторону самой алании но тут не алания там все равно тупик будет там ног сен делюкс мы дойдем есть торговые точки они приблизительно все одинаковые но давайте я выйду вот налево сторону канаклов я уж так на русский латых назову не забываем что сами канаклы поселок и центр тайм-центр там есть такой вот торговый центр там какие-то были немного брендовых магазинов там был вайкики какие-то закусочные типа макдональдса и рынок в самом канаклы он тоже есть где можно прикупить сувениры ну и в канаклы по моему по вторникам приезжает туда вот передвижной рынок я точно не сейчас уже вас обманывать не буду но вот когда мы были в garden beach у отеля тима туда подальше там был по моему по вторникам здесь турагентство здесь сувениры здесь да просто сладости много всего понятно что сейчас они работают с утра в таком облегченном режиме утром мало кто сюда приходит люди в основном на море потому что погода хорошая вечером здесь есть движение есть у них и торговля что хочу отметить ценники большинстве в подавляющем большинстве здесь в евро по левой стороне так и идут отели бояргарден там гонита там кортес то есть отели нижней ценовой категории несмотря на то на то сколько у них тут звезд 45 этот по моему 4 гонита holiday village тоже по моему 4 кортес который использует систему облегченного все включено он без алкоголя там по моему какой-то отдельно пакет нужно докупать чтобы вам включили алкоголь а так вы приезжаете на безалкогольное все включено он пятерка гранд кортес до этого он был по моему гранд бояргард вот же сети отеля я в них не был но понятно что интересовался отелей очень и очень для непритязательных туристов по берегу они выглядят вообще очень заброшено но гости вот идут вот польские товарищи заходят возможно какие-то корпуса работают в пух в полном объеме но большинство видите до 5 евро 10 евро иностранцев здесь много поэтому ориентирована здесь но вот турагентство в общем то она на русском языке но и здесь вот пишут что меняют рубли на ну в общем валюту можно рубли поменять на лиры и туда дальше мы уже будем уходить уже ближе к накладу до конаклы тут примерно два километра то есть можно дойти сколько вы я не знаю сколько вы идете до 2 километра 20-30 минут 40 минут как будете идти так в обратную сторону солнышко ну вот я вот показал вот это примерно сколько здесь прошел наверное метров 200 вот это торговые точки здесь чистос приятно идти здесь освещение вечером есть не не темно этому прогуляться можно в ту сторону примерно то же самое для тех кто интересуется в районе я так посмотрел есть пару аптек которые увидел но аптеки тоже какие-то немного специфические вот в турции же у них тут государственное регулирование на цены в аптеках но вот там какие-то интересно вот туда подальше у них ценники все тоже в евро в долларах и в евро цены негуманные но я уже давно не смотрел какие цены вообще сейчас в аптеках в турции понятно что они поднялись и по отзывам говорят поднялись значительно поэтому может быть и в долларах и в евро они приблизительно столько и стоят ну плюс к тому что продавец вот допустим в этой же аптеке он умножает курс на 30 то есть он особо то в своих родных лирах продавать их хочет то есть грубо говоря 10 долларов умножайте на 30 получается 300 мир как-то так вот таким вот образом говоря про развлечения вот буквально вот отель будем говорить напротив отеля бэра находится картодром вот стрелочка там go-kart там касса у них можно покататься он небольшой конечно но для любителей или как-то разнообразить свой отдых можно два банкомата денис банк и гарантий ну опять же это тема у кого есть возможность пользоваться этим тут один из туристов сказал что который-то из этих банков от не знаю точно точно этот или нет у него якобы съел карточку union pen и pay газпромбанка может конечно шутка была может действительно так вокруг кстати сказать достаточно много различных кафе ресторанов закусочных вот здесь прямо напротив отеля вот видите но опять же все цены все в евро то есть в лирах исключительно не хотят ну возможно это чтобы не путать туристов они приехали с евро они же европейцы и поэтому ну зачем их тут что-то вводить заблуждение какие-то курсы пересчитывать если сразу уже написано цена в тех единицах которых людям удобно рассчитывать вот на русском написано кориан 12 долларов и вот по этой улице тоже идет туда достаточно далеко идут вот эти торговые лавочки они идут на первом этаже в ту сторону тоже там и маркеты и тоже туристические агентства все там есть одежда обувь так что можете гулять ну и вот эти персонажи практически постоянно здесь ослики верблюд с ними предлагает фотографироваться нет по запросу в лобби баре вам сварят турецкий кофе подача вот такая там электронный стоит аппарат ну турочка то есть электрическая время там выставляется пискнула и готово вам наливает бесплатно турецкий кофе так что не стесняйтесь спрашивайте потому что так про него ничего нигде не написано и вам могут просто не сказать тем более вот персонал официанты как я заметил и бармены они по-русски не очень хорошо говорят я не знаю с чем это связано то есть это ну по принципу толерантности они стараются говорить по-английски либо они просто не знают русский как-то это у них особо не принято ну в принципе если вы скажете вода кофе кофе с молоком они это все понимают но отвечать вам они будут в основном по-английски наверное по-немецки тоже отвечает я не знаю в основном слышу что английский таким вот образом поймите это тоже ввиду несколько слов хочу сказать о том почему в таком формате я в общем то показываю отели то есть не сразу вот все раз там снял там один-два обзора а и гораздо больше дело все в том что ну вот один день я считаю что отель не понять по моему мнению минимально понять отель скажем так залезти к нему в душу нужно 3-4 ночи вот здесь уже становится понятно какие-то моменты не торопясь вы все можете посмотреть приглядеться обзоры которые есть вот скажем так первый взгляд броский они есть их много ну я не говорю что на дизалью а вообще в принципе на дизалью в том числе вы их можете найти у меня же обзоры они другого плана то есть они именно разбираются внутри в сути этого отеля то есть почему он нравится почему он не нравится людям поэтому формат такой я считаю что ну где-то и нужно посмотреть за одну ночь которую вы находитесь в отеле нельзя посмотреть какое питание меняется но не меняется что с уборкой точно номера тоже не совсем ясно как они часто будут приходить анимационные мероприятия они тоже меняются и все по разному поэтому вот я придерживаюсь такого формата тем более если отель большой пляжный курортный с большой территории с большое количество различных точек мест для развлечения его надо смотреть и более подробно кому нравится ставьте лайки кому не нравится значит ну тогда наверное вам что-то другое нужно посмотреть что где быстро и сразу все это пока считаю так а 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 ну